Они у меня под гаражом. Я сначала закидал все это камнями. Это ваш гараж? Да. Они под ним плодятся. Я опять закидаю камни, они опять выроют. Владимир Борисович, житель улицы Советских Космонавтов, утверждает, что собачья стая уже несколько лет живет в их округе. Неравнодушные кормят животных и организовали за гаражами самую настоящую столовую для четвероногих. Все бы ничего, но семейство с каждым днем увеличивается. Две самки обитают здесь уже долгое время и периодически приносят потомство. На данный момент на улице живет пять щенят, а всего их было шесть. Одного пристроили волонтеры зоозаботы. Шинки подросли, лают и день, и ночь. А в прошлом году не так еще было. Но кто на велосипеде едет, допустим, они кидаются. Ну, не знаю, покусали, не покусали, люди слажут, проводят, побаиваются собак этих. Их кормят, то один придет, то другой придет. Пока они сыты, нормально. А если они оголодают, они просто начнут на людей кидаться, рвать будут. Староста жилого района рассказывает, в прошлом году она уже обращалась в отдел экологии, управления коммунального хозяйства и транспорта. По ее заявке приезжали отловщики, но безуспешно. Самки прячутся, поймать их и стерилизовать тогда так и не удалось. Не страшно то, что 1 сентября ребята пойдут вот по этой улице в школу. Она проходная у нас как раз для учеников. И собаки бросаются на них. Очень много было жалоб от мам, которые с колясками прогуливались. И велосипедисты не могут проезжать. То есть собаки охраняют свою территорию и набрасываются на людей. Еще раз я сейчас обращусь в управление коммунального хозяйства и транспорта с просьбой, оформим заявку с просьбой отловить, простерилизовать этих собак. И по закону они, конечно, будут сюда возвращены. Хотя это не выход из ситуации. Также они будут продолжать нападать на наших ребятишек и на наше население. И что делать вот в этой ситуации, мы не знаем. Староста Елена Мишкоускени сегодня вновь обратилась в УКХТ, чтобы собак отловили и стерилизовали. В отделе экологии нам пояснили, заявку они приняли и передали информацию подрядчику. В течение двух недель отловщики приедут на место, чтобы забрать животных на стерилизацию, и чипируют их, а после выпустят обратно, как того требует закон. Мы в ответе за тех, кого приручили. Друзья, давайте поможем пристроить этих щенят. Если вам в дом нужны охранники, обращайтесь к нам в редакцию, звоните, мы дадим контакты. Либо обращайтесь непосредственно к старости жилого района Елене Мишкоускени. Давайте не дадим этим собакам навсегда остаться бездомными, а подарим им дом, ласку и заботу. Надежда Савельева, Алису Ансим, Новости.